Огромные булыжники лупят под нищу так, что, кажется, сейчас залетят в салон. Дорога где-то в 100 километрах от Магнитогорска резко петляет между деревьями, местами сужаясь и пугая гигантскими ямами и глубокой колеей. Сивитодиодные фары периодически выхватывают кусты и деревья на обочине, которые быстро исчезают из зоны прямой видимости. Мимо аккуратно крадутся нивы, осторожно притормаживая перед резкими поворотами, а самому маленькому кроссоверу Chevrolet, хоть бы что, он все так же отчаянно скачет по кочкам. У Chevrolet есть несколько моделей, которые уже стали чем-то нарицательным. Camaro и Corvette – узнаваемые бренды в мире спорткаров, а Тахо и Trailblazer – легендарные имена в местах, где закончился асфальт. Теперь Trailblazer из громоздкого рамного внедорожника превратился в симпатичный городской кроссовер. Причем его внешность – это цитатник GM, передняя оптика уж очень напоминает Camaro, задняя Traverse, а в салоне есть несколько явных отсылок к Тахо. Впрочем, плохие дороги не стали проблемой и для нового Trailblazer. Да, у него несущий кузов, но дорожный просвет, приличный по меркам класса, 194 мм, есть умная система полного привода, а подвеску адаптировали под неприлично плохие дороги. В частности, в конструкцию передних стоек добавили гидравлический ограничитель отбоя, благодаря этому Trailblazer мчит по грунтовкам без лишней нервозности. Сзади – торсионная балка с механизмом УАТа, но ее настройки, несмотря на то, что машина на тесте была еще и с предсерийной партией, понравились. На гравии Trailblazer дает похулиганить, повиливая кормой, хотя на асфальте ничего этого нет и близко, кроссовер собран, сдержан и едва ли провоцирует отключить систему стабилизации. А общий Trailblazer – это построенный по классическим канонам кроссовер из B-сегмента, там, где Hyundai Creta, Kia Seltos, VV Taos и Skoda Karoq. Технически он гораздо ближе к европейцам, по крайней мере, вместо скучных атмосферников 1,6 и 2,0 литра, которые ставят азиаты, здесь полуторалитровый турбомотор на 150 литров. С коробок передач H2 на выбор, вариатор – для переднеприводных версий, и девятиступенчатый автомат для Trailblazer с полным приводом. Полноприводный вариант тяжелее, а потому, чуть медленнее версии с вариатором, 10,5 спротив 9,2 с до 100 км в час, впрочем, и это один из лучших результатов в классе. Трехцилиндровый мотор отлично справляется с городским рваным темпом, уверенно чувствует себя и на трассе. Тяжело даются разве что обгоны после 130 км в час, но едва ли перед Trailblazer уж слишком часто будут ставить такие задачи. Комплектации Chevrolet Trailblazer – это вообще киллер-фича. Признайтесь, много ли вы знаете кроссоверов в сегментах России, у которых есть вентиляция кресел, акустика Беза, система активного шумоподавления, 18-дюймовые диски и светодиодная оптика. Список возможных опций такой длинный, что одних только систем безопасности здесь 7 штук, включая автоматическое торможение, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и много другое. Всего для Chevrolet Trailblazer в России доступны 4 фиксированные комплектации, LS, UD, Active и RS, самая нарядная версия из всех RS как раз у такого кроссовера диски R18 и несколько черных акцентов во внешности, крыши, зеркало, решетка радиатора, рейлинги и эмблемы. Внутри, черная перфорированная кожа с контрастной строчкой, вставки под карбон и усеченные в нижней части руль. Версия Active стоит ровно столько же, как и RS, а разница, лишь в деталях. Например, внутри и снаружи Chevrolet Trailblazer Active больше хрома, в то время как в RS черного глянца. Салон собран добротно, хотя жесткого пластика могло быть и меньше. В остальном претензий к интерьеру Chevrolet Trailblazer никаких. Концептуально он напоминает упрощенную версию Cadillac ECOs 4 с поправкой на стоимость и габариты. Разве что в Chevrolet хотелось бы добавить цифровую приборку и полноценную проекцию на лобовое стекло. Сейчас система выводит только предупреждение в виде красных точек от системы безопасности. Чем точно удивил Trailblazer, так это пространство он сзади. Впрочем, если сравнить его колесную базу с конкурентами, то выяснится, что Chevrolet не такой уж и малыш, расстояние между задним и передним колесом здесь всего на 4 мм меньше, чем у Nissan Qashqai. Так что сидеть сзади можно вполне себе вольготно, запаса для ног и головы хватает пассажирам средней комплекции. Локального производства нового Chevrolet Trailblazer в России нет, кроссоверы везут к нам из Южной Кореи. Но вот парадокс, ценник на полностью импортную модель оказался в тех же рамках, что и у конкурентов с российской пропиской. Начальную, но уже неплохо укомплектованную версию с передним приводом оценили в 2,49 млн. рублей. Топовые полноприводные варианты Active ERS с кучей опций стоят 2,447 млн. рублей. Причем неприятную историю с допами здесь можно обойти, воспользовавшись онлайн-бронированием на сайте производителя. Еще у Chevrolet есть выгодные финансовые программы под ставку от 0,1% годовых и выше, позволяющие купить новую машину чуть ли не в рассрочку. С новым Trailblazer американцы пока не намерены перевернуть с ног на голову самый быстро растущий в России сегмент, обозначив план в 3000 машин на 2022 году. Хотя в условиях жесткого дефицита и дилерских накруток Trailblazer вполне может стать настоящим открытием в следующем году компактный, с длинным списком опций, импортной сборкой и приличной агрегатной базой. Хотите всегда иметь свежую информацию о выходе новых видео тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Продолжение следует...